Иншаллах, мы изучим поразительную часть истории исламского мира, ту часть исламского мира, о которой, к сожалению, не знает большинство из нас. Возможно, мы что-то слышали об этом, но наши знания крайне ограничены. Сегодня мы поговорим об истории ислама в Китае. И начну я с небольшого примера. Когда я произношу имя Алладин, героя знаменитого мультфильма, о чем вы обычно думаете при этом? Вы все видели этот мультик, где улица города похожа на улицы Каира? И вы никогда бы не подумали на какой-то другой город. Несмотря на это, в действительности история Алладина происходила в Китае. Он был родом из Китая и был китайским мусульманином. Он жил в Китае. Многие регионы Китая представляют собой не то, что вы привыкли видеть, к примеру, в Пекине и других городах. В Китае есть регионы, где практически на 100% население является мусульманским. Конечно, история Алладина вымышленная, но я привел этот пример для того, чтобы продемонстрировать, что речь в мультике идет о китайском мусульманине. И об этом мало кто знает. Читая историю Алладина, в первых же строчках встречаются слова «Аладин был родом из Китая». И это хорошо демонстрирует тот факт, что в Китае есть мусульмане, и они являются значительной частью истории нашей уммы. К сожалению, они были незаслуженно забыты. А теперь, если мы обратимся к истории распространения исламы, то, как мы знаем, ислам распространился из Мекки и Среднего Востока во все направления. Свое распространение он начал с направления, которое мы знаем, как «Шелковый путь». «Шелковый путь» – это, по сути, дорога между Средним Востоком и Китаем, а также среднеазиатскими странами. Говоря о самом начале распространения ислама, мы имеем в виду время правления халифа Усмана, да будет доволен им Аллах. Он направил посла и группу мусульман в Китай. Одним из них был сподвижник по имени Саад ибн Аби-Уакас, да будет доволен им Аллах. Саад ибн Аби-Уакас по поручению Усмана выехал в Китай в качестве посла, и говорится, что его отец поехал вместе с ним. Отец Аби-Уакаса жил и был похоронен в Китае. Для них была построена мечеть, поскольку китайский император настолько обрадовался вниманию со стороны халифа мусульман, что он построил мечеть специально для них. Это была мечеть Хойшень, что в переводе означает «мемориальная мечеть». Причина, по которой китайский император построил эту мечеть, в знак уважения по отношению к пророку, алейиссаляту ассалям. То есть эта мечеть была возведена в его честь. Император сказал, империя мусульман начала с него, и именно ему мы обязаны теми отношениями с мусульманами, которые у нас сейчас есть. Я хочу посвятить пророку эту мечеть. И говорится, что отец Саада ибн Аби-Уакаса похоронен здесь. Таким образом, мы видим, что в Китае по поручению халифа Усмана прибыла делегация мусульман во главе с послом, и это произошло на ранних этапах становления Исламской империи. Поначалу это были торговые отношения. Китаю было выгодно торговать с мусульманами. И мусульманам были выгодны торговые отношения с Китаем. То есть обеим сторонам были выгодны эти отношения. Вот почему купцы с обеих стран путешествовали в эти направления, а затем со временем мусульмане оставались жить в Китае. Саад ибн Аби-Уакас посетил город в Китае под названием Гуанчжоу. Какое-то время он назывался Кантон, и он был, а также до сих пор считается одним из самых больших городов мира. Китай – это большая страна, и здесь всегда торговля играла решающую роль. И сегодня торговля является значительной частью китайской культуры. Чуть позже мы рассмотрим более подробно ту часть периода, когда развивались торговые отношения между мусульманами и Китаем, и как эти отношения продолжаются сегодня. Год, о котором мы говорим – 616 год, то есть это был самый ранний период становления Исламской империи, спустя несколько лет после смерти пророка, алейхиссаляту ассалям. В Гуанчжоу были мечети. Это были четыре больших мечети, построенные в этот ранний период, и, как мы и говорили, отец подвижника Саада был похоронен здесь. С течением времени, когда прошло еще 3-4 века, в Китае не был распространен да'авад. Делались лишь какие-то незначительные шаги, и так продолжалось вплоть до 1000 года, когда в Китае сменилась правящая династия. В этот год ко власти пришла династия Чжао, которая поставила мусульман практически на все руководящие должности в области торговли. И обязанности министра торговли в то время выполнял мусульманин, а также руководитель всех торговых взаимодействий тоже был мусульманином. По закону правящей династии того периода, во главе торгового направления должен быть мусульманин, потому что власть осознавала, что мусульмане, их честность и порядочность – ключ к процветанию торговых отношений. Китайцы прекрасно это понимали. Они знали, что мусульмане на руководящих постах в области торговли принесут пользу Китаю, а также это было выгодно самим мусульманам. Также китайцы проявляли уважение к исламу, как в нашем примере, когда император построил в их честь мечеть. И в целом, если вы обратитесь к истории, то увидите, что у власти никогда не было проблем с мусульманами, каких-то конфликтов. С самого начала большинство императоров с радостью принимали мусульман в Китае. Император династии Джао пригласил 5500 мусульман из Бухары, та самая часть Центральной Азии, откуда родом имам-ль-Бухари. Император, пригласив 5500 мусульман, поселил их к северу от Пекина. Причина, по которой он хотел, чтобы мусульмане поселились в Пекине, заключалась в том, что он знал мусульман как благородных воинов, в отличие от китайских воинов того времени. Дело в том, что в Китае часто проходили смены династий, империя Мин, империя Сун и так далее. Таким образом, из-за частой смены династий, не все подданные оставались преданными своему императору. Но в то время власть увидела, как мусульмане с другой стороны всегда были благородными и преданными. Император династии Джао, поселив мусульман к северу от Китая, в районе Корейского полуострова, сделал это по причине того, что рядом располагалась империя Лиао. Эта империя часто угрожала империи Сун, и вместо того, чтобы разместить своих китайских воинов на границе и дать им полномочия по защите государства, император пригласил мусульман из Бухары, говоря при этом «защищая мои земли, они сделают свою работу лучше, чем китайцы». Во главе этого отряда мусульман стоял предводитель по имени Амир. По приезду в Китай, помимо своего имени Амир, взял себе китайское имя, под которым его все знали. Китай его звали Соу Фай Эр. А мусульмане так и продолжали называть его Амиром. И поскольку впервые по отношению к ранним мусульманам было проявлено такое уважение, ведь его и других мусульман пригласил сам император, можно сказать, что это были люди, очень дорогие сердцу императора. И не забывайте, что это были люди, переехавшие в Китай в самом начале расцвета Исламской империи. В отличие от тех, кто торговал с Китаем, Амир и его люди стали первыми мусульманами, оставшимися жить в Китае. Тем более он переехал по приглашению императора, проявлял уважение к императору, защищал его интересы. Вот почему китайцы очень уважали Амир. Из уважения к нему китайцы прозвали Амира отцом Ислама в Китае. В китайском языке есть слово, которым раньше обозначался Ислам, «да-ши-фа», и это означало «закон арабов». Затем произошло следующее. Предводитель мусульман в Китае, Амир, заявил, что данный термин, «закон арабов», некорректен. Мы знаем, что император, торгуя с мусульманами, знал, что большинство мусульман были арабами. Вот почему китайцы назвали Ислам законом арабов. Но не только арабы были мусульманами. К примеру, те мусульмане приехали из Бухары, они были родом из Центральной Азии. Они очень похожи на персов, но это не были арабы. Затем, смешавшись с китайским народом, мусульмане стали известны как Кои. Как известно, в Китае проживает множество этнических групп. Самая большая из них, та, которая известна нам как китайцы, называется в этой стране Хан. То есть это типичный представитель китайского народа, внешность которого нам всем известно и привычно. Есть, конечно, и другие группы, но большинство китайцев относятся к группе Хан. Мусульмане, смешавшись с группой Хан, стали известны как Кои. Так вот, как мы и говорили, религия Ислам, ее название, которое получило известность в Китае, было изменено императором по просьбе Амира. Он сказал императору, смените название с Даши Фа на Кой Хой Джа, что означает религия Хой, то есть религия мусульман. И император сразу согласился. С тех пор мусульмане в Китае стали называться Хой, и нельзя было называть их арабами. Пришло время, затем пала империя Сун, и теперь мы перемотаем немного вперед, перейдем к 1270 году. В это время начался период правления династии Юань. Это время совпадает по времени с правлением монголов, и чуть позже мы еще вернемся к этой теме. По сути, монголы на тот момент завоевали полмира. Они начали с Китая, поскольку монголия располагается чуть выше Китая. Одним из первых регионов, захваченных монголами, стал Китай. Напомню, это происходило во время правления династии Юань. Этот период стал, с одной стороны, периодом расцвета для мусульман Китая, а с другой стороны, периодом упадка для мусульман. Почему? Потому что у них были особенные отношения с династией Юань, представители которой были монголами. Они очень отличались, к примеру, от династии Хан. Еще там была династия Цин, названная в честь одного из предков. То есть это было просто название, которое они использовали, и при этом земля, о которой идет речь, по-прежнему называлась Китаем. Или, как это по-китайски звучит, Чунго, то есть Серединное Королевство. Почему Серединное? Да просто китайцы верят, что их страна находится в середине мира. К примеру, Япония находится на востоке, и мы называем ее страной восходящего солнца. А дальше, на западе, находится регион Аль-Магри. По-китайски название этой страны звучит как «страна заходящего солнца». То есть речь идет о Марокко. То есть, как полагали китайцы, эти две страны как бы располагаются по краям, а Китай находится в середине мира. Тогда как на самом деле, мы все знаем, что это восточное направление, поскольку Китай располагается на востоке Евразийского континента. Но свою страну китайцы называют Серединное Королевство, Чунго. Именно от этого названия ошибочно стали называть страну Китаем. Кому-то показалось, что Чунго звучит именно так. Потом и все остальные тоже стали называть Чунго Китаем. То есть произошли этимологические изменения слова. И так оно дошло до наших дней. Так вот, как и говорилось выше, время правления династии Юань во многих отношениях стало периодом расцвета для мусульман. Если рассматривать XIV век, когда правила династия Юань, то можно увидеть, что в то время в Китае проживало 4 миллиона мусульман. Роль мусульман в жизни страны того времени была значительна. К примеру, стоит упомянуть, что именно мусульмане участвовали в проектировании Пекина. И это тот самый момент расцвета мусульман, о котором говорилось выше. Это и их участие в архитектурном развитии Китая. И то уважение, которым они пользовались со стороны китайцев. Но говоря о династии Юань, мы сказали, что они были монголами. Монголы не всегда проявляли себя положительно по отношению к мусульманам. Чаще всего воевали и вели себя враждебно по отношению к мусульманам, проживающим на западных границах. Позднее многие из них, и особенно Чингисхан, изменили свою политику по отношению к мусульманам. К примеру, Чингисхан запретил забивать животных по стандарту халяль. То есть, если кто-то забивал животных по шария, то это было объявлено противозаконным. Это был один из законов, введенных Чингисханом. Это невероятно расстроило мусульман. Этот закон Чингисхана прямо гласил, запрещается забивать животное, иначе как разрубив грудную клетку и вытащив ему сердце. Именно таким образом монголы забивали животных. Тогда как по исламу такое недопустимо. Ислам призывает проявлять милосердие по отношению к забиваемому животному, призывает проводить забой животного гуманным образом. Но по закону того времени в Китае такой подход объявлялся вне закона. Получается, что спустя многие века хорошего отношения к себе со стороны власти, мусульмане неожиданно столкнулись с массой проблем. Сообщается, что мусульмане обратились к Чингисхану с жалобой, и тот сказал им, все люди забивают животных так, как мы им говорим это делать, кроме вас, мусульман. Почему же вы против? И мы ответили, наша религия призывает нас к гуманному забою животных. Чингисхан сказал, а что если я прикажу вам отказаться от этого? Что вы скажете на это? И мы ответили, мы не сможем этому подчиниться. Тогда Чингисхан невероятно разгневался и начал преследовать мусульман по причине того, что те отказались ему повиноваться. Это и было одним из негативных последствий правления династии Юань для мусульман. Против этой династии ее законов начались многочисленные восстания мусульман. Кроме того, этнические китайцы, как мы и помним, их называли хан, тоже были против того, чтобы монголы хозяйничали на их родной земле. После того, как монголы потерпели поражение от мусульман, если обратиться к истории, то можно вспомнить мамлюков в Египте. И тогда китайцы решили воспользоваться этой ситуацией. И они решили напасть на монголов, и мусульмане присоединились к ним. В итоге монголы были повержены. Они были отброшены от границ страны. И ключевую роль в этом восстании против правления династии Юань сыграли мусульмане. Теперь обратимся к периоду правления династии Мин. После того, как династия Юань была лишена власти, монголы покинули Китай, и на смену им пришла династия Мин. Этот период получил название «Золотой век исламы». Представители династии Мин были китайцами хан и очень хорошо относились к мусульманам. Основатель династии, китаец по имени Джу Юанчжан, имел в своем распоряжении огромную армию, в которой было шесть генералов-мусульман. Безусловно, в любой армии должность генерала невероятно ответственная. И в то же время, если не найти подхода к таким людям, они запросто могут пойти против своего правителя. Так вот, у императора в подчинении было шесть генерал-мусульман. Одного из них, самого доверенного, он отправил продолжить воевать против монголов, поскольку те опять начали набеги на Китай. Китайцы построили Великую Китайскую стену, без сомнений известную всем вам. Эта массивная конструкция, сливающаяся с горами, была возведена для защиты от монголов. Так вот, кого император отправил на борьбу с монголами? Кому он доверил эту миссию? Он доверил ее генералу-мусульманину по имени Лан Ю. Он был мусульманином, и именно ему император Чжу Юанчжан из всех своих генералов доверял больше всего. Ему он и доверил миссию защиты границ Китая от нападения монголов. Он должен был сделать так, чтобы монголы навсегда оставили свои планы по захвату Китая. То есть такое доверие означает, что император хорошо осознавал положительные качества мусульман и очень полагался на них. Удивительный факт в этой истории заключается в том, что император Чжу Юанчжань очень любил ислам и мусульман. И он даже написал известную поэму под названием «Сто слов восхваления». Эту поэму он посвятил пророку Мухаммаду, саллиллаху алей вассалям. Этот император также приказал построить в Китае мечети именно по причине своей благодарности по отношению к мусульманам. И хотя он сам не был мусульманином, если прочесть его поэму, из ее строк покажется, что он был последователем ислама. Конечно, только Всевышний Аллах знает то, что было в его сердце. Но, по крайней мере, император Чжу Юанчжань выражал свою благодарность мусульманам за защиту Китая. Он доверял мусульманам и назначал их на высокие должности. Так вот, поэма, написанная китайским императором под названием «Сто слов восхваления», содержит прекрасные строки, и я зачитаю их, иншаллах. Напоминаю, этот человек был на тот момент одним из самых влиятельных людей своего времени, и свою поэму он посвятил пророку Мухаммаду, алей-иссаляту ассалям. Для начала я поясню то, каким стилем написана эта поэма. Она содержит в себе несколько строк, и в каждой строчке по четыре иероглифы. В примерном переводе поэма звучит так. Со времени создания Вселенной Всевышний назначил великого верующего человека, родившегося на Западе и получившего Святое Писание. Книгу, состоящую из тридцати частей, чузов. Чтобы направлять творение, он правитель всех правителей, руководитель святых, при поддержке небес, защищая свой народ, совершая пять ежедневных намазов, тихо молясь о мире, его сердце направлено к Аллаху, даруя власть бедным, спасая их от бедствия, видя насквозь невидимое, спасая души от проступков, он – милость для миров, ступая по пути добра, отменяя все зло. Его религия – ислам, Мухаммад – благородный и великий. Аллах знает лучшее, но правда, когда читаешь эти строки, можешь думать только то, что их написал мусульманин. Слышишь эти слова и не думаешь, что эту поэму мог написать не мусульманин. По крайней мере, этот человек любил ислам, именно поэтому он приказал построить по всему Китаю сотни мечетей. И затем он сказал, «Я написал поэму, и хочу, чтобы она была в каждой мечети Китая». Интересно, что и сегодня в мечетях Китая можно увидеть поэму, написанную китайским императором о пророке Мухаммаде, алейиссаляту ассалям. Они сохранили ее спустя века. Продолжение следует...